Когда на твою тренировку в Фокс Звёздный пришёл действующий чемпион мира по боевому самбо, кажется, что и тренируешься по-другому. Страшновато, но всё-таки надо, чтобы мы понимали, к чему стремиться. Общение и советы от именитого спортсмена дорогого стоят для подрастающего поколения камчатских самбистов. Смотрю на ребят, которые сейчас тренируются, которые растут. И очень талантливые, очень одарённые ребята у нас в зале тренируются. И смотря на них, я уверен, что среди этих ребят тоже есть будущие чемпионы мира и также чемпионы Европы. Большие надежды на них. Я думаю, они в скором времени покажут себя и будут радовать всех нас. Так что в последнее время самбо очень сильно развивается у нас. И спасибо это благодаря нашим тренерам и нашему президенту Федерации самбо Бориса Александровича Низорова. Они делают всё, что от них зависит для развития самбо на Камчатском крае. Чемпион мира шейх Мансур Хабибулаев приехал на Камчатку всего на пару дней. Самому получить наставление от тренеров. Ведь впереди новое состязание, чемпионат России. И уже нужно готовиться. Между тем, у именитых камчатских тренеров, именитого спортсмена, работа по воспитанию будущих звёзд самбо не останавливается. Всё, сами видите, как мы их воспитываем. Начинаем вот с такого возраста, с 67 лет. Работаем совместно с Светлана Алексеевной, воспитываем на разных этапах. Стараемся каждого из них довести максимально до высокого уровня. Для начального этапа, до определённого возраста, здесь созданы все условия. Есть всё абсолютно. Хороший зал у нас в Камчатском. Я во многих залах побыл, и в России, даже за рубежом был. Наши залы на данный момент, на Камчатском крае, одни из лучших. Камчатка, она всегда была спортивной. Потому что не заниматься на Камчатке спортом невозможно. Ты можешь быть и горнолыжник, ты можешь быть и футболист, ты можешь быть и лыжник, и может быть самбист. Самое главное, это единый порыв души всех камчатцев в том, чтобы Камчатка всегда славилась, Камчатка спортивная. И поэтому все мы вместе можем добиться максимально высоких результатов. Всё у нас с вами есть. Люди хорошие есть. Условия хорошие есть. Атмосфера хорошая есть. И места есть, где можно стать хорошим спортсменом. Чтобы сделать спорт доступным, действительно народным, в самом широком смысле слова, президент Владимир Путин не раз давал указания обеспечить дальнейшее динамичное развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах России. Подключились к задаче многие и на всех уровнях. Самое востребованное, но больше всего обращение было, но не по единоборствам. И, по большому счёту, два направления – это лыжные, строительные единоборства. Пример – новый дворец спорта в Ельзове. Строительство стало возможным по инициативе спортивной общественности района и при поддержке вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Дворец позволил как взрослым, так и юным спортсменам заниматься различными видами единоборств в комфортных условиях, а также проводить соревнования регионального масштаба. Продолжаем эту же линию, намеченное строительство дворца единоборств в Петропавловске-Камчатском. Будем планомерно идти к его созданию. Отдельно хочу здесь подчеркнуть тот большой вклад, который делают неравнодушные, социально ответственные предприниматели на Камчатке в реализации президентских поручений. В прошлые годы был создан ледовый комплекс «Вулкан». Он сейчас включает два льда, как говорят профессионалы в хоккее, две ледовые площадки. Которые вмещают достаточное количество ребят, секций и просто желающих позаниматься этим замечательным, исконно русским видом спорта. Планируется и развитие этого направления с точки зрения доступности спортивных секций и занятий хоккеем для всех ребят на Камчатке. С целью создания для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, с 2018 года в Камчатском крае в эксплуатацию введено 76 поскосных спортивных сооружений. Все это делается для не только спортсменов, но также для нашего населения, для тех, кто любит заниматься, кто занимается фитнесом, кто занимается самостоятельно, кто занимается в группах. Профессиональный, детско-юношеский, массовый спорт, как норма жизни для всех жителей полуострова. По данным Краевого министерства спорта, за последние пять лет численность населения Камчатки систематически занимающегося физической культурой и спортом удалось увеличить почти в два раза с 80 до 142 тысяч человек. Хотел бы отдельно поблагодарить глав регионов, которые модернизируют и строят стадионы и спортивные площадки не только у себя, но и активно помогают восстанавливать спортивные объекты на Донбассе и в Новороссии. Повторю, нужно эту работу продолжать во всех субъектах Федерации, городах, посёлках, сельских территориях, уделять дополнительное внимание использованию под занятия спортом общественных пространств, городских парков. Очевидно, что доступность такой инфраструктуры, качество и многообразие спортивных объектов прямо влияют на качество жизни, на здоровье миллионов людей. Открывают возможности для занятия физической культурой на постоянной основе, для стимулирования желания людей заниматься спортом, выбирать для себя активный досуг и, главное, здоровый образ жизни в конечном итоге. Мы обращаемся к этой теме регулярно, уделяем ей большое значение и внимание и на федеральном, и на региональном уровне. И это, безусловно, приносит свои результаты. О важности развития спортивной инфраструктуры по всей стране глава государства Владимир Путин говорил в октябре 2023-го на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, а также на пленарном заседании 11-го Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Спорт для нас безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития. Продолжим хорошие, славные традиции и отечественного спортивного образования, и в спорте высшие достижения будем продолжать работать. По линии правительства и Олимпийского комитета России с участием наших меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничения прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты. Особое внимание будем уделять массовому спорту. В правительстве Камчатского края сегодня уделяют внимание самым разным вариантам физической активности и видам спорта, но в первую очередь традиционным для региона. Это и развитие инфраструктурно-гранолыжных трасс у нас в городе, на Морозной. Благодаря единой президентской субсидии были дополнительно усовершенствованы эти трассы, поставлена система оснижения и освещения. Это позволяет увеличить продолжительность тренировок и проводить их даже в те сезоны, когда снега не очень много, как было в прошлые годы. Конечно, главный акцент ставится на раскрытии наших естественных природных преимуществ, потому что, как говорят профессиональные спортсмены, например, горнолыжники, Камчатка создана для горных лыж. То же самое повторяют и биатлонисты, те, кто бегают на беговых лыжах. Большое внимание к развитию спортивной инфраструктуры приносит плоды и в сфере профессионального спорта. За последние пять лет больше трех с половиной тысяч медалей различного достоинства. Ежегодно камчатские спортсмены завоевывают порядка 700 медалей по 24 видам спорта. Медали с чемпионатов и первенств мира и Европы, олимпийских и сурдолимпийских игр. Самая главная наша медаль и наша звездочка камчатского спорта – это Вероника Степанова, которая стала первой олимпийской чемпионкой камчатского края, именно камчатской спортсменкой, в лыжных гонках на олимпийских зимних играх в Пекине в 2022 году. А в 2019 году тоже у нас есть яркая звездочка – это Елена Ивиковишина, которая заявала четыре золотых медали и одну серебряную на сурдолимпийских зимних играх в горнолыжном спорте. Кроме того, вот уже много лет Камчатка имеет возможность объединять спортсменов со всей страны и проводить в регионе спортивные состязания всероссийского масштаба. С 2018 года на территории Камчатского края наряду с нашими обычными официальными региональными физкультурными и спортивными мероприятиями проводятся соревнования всероссийского и межрегионального уровня. Это по 17 видам спорта. Самые большие соревнования с 2018 года до 2023 года прошли в Камчатском крае – это чемпионаты России по горнолыжному спорту. Они прошли с 2019 года по 2023 год, исключаем только 2020 пандемийный год. Также прошли чемпионаты России по серфингу. Они прошли в 2021-2022 годах. И также прошла спартакиада сильнейших. Это была первая спартакиада сильнейших по летним видам спорта. По серфингу она прошла у нас в 2022 году, где приняло участие 11 регионов России. По команде «Приготовься» означает, что подходит волна. Да, просто вам нужно собраться с мыслями. Потому что скоро я вас немножко на нее подтолкну, и вы должны поехать. Говорю, приготовься, волна подходит. Я вас подталкиваю, говорю, поехали. Сразу вставать не торопимся. Регулярные волны и стабильные условия для тренировок круглый год сразу стали приносить результаты. Настоящим событием в мире спорта в 2022-м стало открытие на Камчатке первой в России государственной детской школы по серфингу. Сегодня в ней занимается порядка 80 детей. Мы вообще первые, кто этим начал заниматься в России. Ну, мысль очень простая. Потому что у нас зима 7 месяцев, и летом, когда ты катаешься 3 месяца, потом у тебя большой перерыв, в общем, твой скилл не прокачивается. И пришла идея попробовать зимой. Я увидел там видео какие-то из Аляски, Норвегии, ребят, которые катаются. Подумал, почему бы и нет. Но мой энтузиазм очень быстро пропал, когда первый раз это попробовал. Еще одно направление, которое набирает обороты и привлекает для занятий все больше любителей и профессионалов – мотоспорт. Мотопарк «Камчатка» в Петропавловске – новая площадка с продуманными трассами. Камчатский мотопарк позволяет проводить соревнования как регионального, так и всероссийского уровня. И в этом году мотопарк впервые принял соревнования по мотокроссу чемпионат России. И проведение в нашем регионе соревнований такого уровня имеет огромное значение для развития данного вида спорта в крае. А в высоком уровне наших спортсменов подтверждает первое место среди 14 команд нашей страны. Но подводить итоги рано. Камчатка по-прежнему в ожидании новых спортивных сооружений, побед и рекордов, событий и праздников спорта. Впереди 2024-й, а там еще один чемпионат России по горнолыжному спорту и впервые по сноуборду. Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по серфингу. Впервые всероссийские соревнования по ездовому спорту Беринги и Авача на 300 километров. А также соревнования международного класса по мотоциклетному спорту, Кубок Содружества и многое другое.